Слово «сексизм» стало гораздо более распространенным. Явление «сексизм» в средствах массовой информации и соцсети обсуждают. Не всегда, конечно, его обсуждают в том ключе, в котором нам хотелось бы. Но в данном случае я считаю, что одну из основных целей мы достигли. То есть мы ввели это слово в оборот, и мы даем ему определение. То есть мы задаем определенный общественный дискусс. Многие вопросы так называемой политкорректности, они существуют, естественно, для любого общества. И для российского общества, например, такая тема, как политкорректность в отношении высказываний о расах, нациях, религиях, она уже достигла достаточно высокого уровня, я бы сказал, сознательности, когда и власть, и общественность малейшее поползновение сказать на эту тему нечто ужасное пресекает. Но если говорить о либеральных политиках, то они расширяют этот список возможных запретных тем, запретом выпадов в отношении меньшинств, например, инвалидов или, например, сексуальных меньшинств. Но в отношении женщин, которые составляют в России 54% населения, это правило не действует. Даже на уровне формальной политкорректности мы наблюдаем ровно обратное. То есть как бы, как если бы никакие правила не были писаны вообще. Победителем стал муфтий Исмаил Бердьев. Когда прошла информация о том, что в Дагестане зафиксированы случаи калечащих операций на женских половых органах, он сказал, что надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на земле, чтобы сексуальность уменьшилась. Он также заявил, что необходимо снизить сексуальность женщин. Если бы это было предметительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо, говорит Бердьев. Женщину Всевышний создал для того, чтобы она рожала детей, их воспитывала. А это, имеется в виду, обрезание, не имеет к этому никакого отношения. Женщины от этого не перестают рожать. А вот разврата было бы меньше. Я считаю, что победил он абсолютно уверенно и абсолютно заслуженно. Все сотрывал. 78,6% из всех проголосовавших. И по этой категории проголосовало больше всего народу. То есть почти 5,5 тысяч проголосовавших. Надо сказать, что в этом году у нас больше проголосовавших, голосующих было, чем в предыдущий год. Там, по-моему, самое большое было 4,5 тысячи в прошлом году. В этом вот так получилось. То есть премия набирает обороты.